Добрый вечер! На Видное ТВ прямой эфир. И сегодня у нас в гостях секретарь общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» Тимофей Азаров. И поговорим в целом о работе общественной приемной, о мероприятиях, проводимых этой организацией, и, конечно же, о планах. Тимофей, добрый вечер! Добрый вечер! Вы сейчас секретарем являетесь, но я знаю, что не так давно вы приступили к этой работе. Наверное, непросто было вот этот весь объем сразу взять и нести. Причем сейчас наша общественная приемная Ленинского достаточно активную работу ведет, непосредственно выполняя задания, ну не то что задания, а проекты, воплощая в жизнь общероссийские, а также создавая собственные. Вот расскажите нам в целом, чем на сегодняшний день занимается общественная приемная полезным для жителей Ленинского округа? Добрый вечер еще раз! Хочется изначально рассказать, что у нас поменялась абсолютно вся команда, мы полностью новый коллектив. Два месяца назад я приступил к своим обязанностям, было очень непросто, потому что, когда ты из одной сферы приходишь в другую, на тебя все сваливается, нужно все быстро сделать, времени нет, чтобы вникнуть, и приходилось очень быстро принимать решения. Наша общественная приемная занимается прежде всего работой с населением, с общественностью. Мы стараемся очень активно выслушивать наших граждан, наших сторонников, помогать жителям нашего Ленинского городского округа, выполнять их наказы. Но также мы еще занимаемся культурно-массовыми мероприятиями для развития патриотизма у молодежи, для развития трудолюбия, для развития карьерного роста, для развития их вообще любви к нашей стране. И также мы еще занимаемся развитием политических проектов, федеральных проектов. То есть, например, вот есть у нас различные проекты, например, «Безопасные дороги», «Парта Героя», которые мы активно очень внедрили в наш район два месяца назад. И я надеюсь, что это имеет положительные отзывы. Да, об этих проектах в частности мы поговорим чуть позже. Сейчас расскажите, а сколько человек трудится у нас в общественной приемной? Это в основном молодежь или молодежь это МГЕР отдельно, тему которого мы тоже обязательно затронем, или это уже люди с образованием, взрослые, работающие населения? МГЕР — это отдельная организация. Мы общественная приемная, нас в команде пять человек. Это люди совершенно разных возрастов, хотя количество очень маленькое, но все абсолютно разные. Правда, не очень большое, учитывая просто какой объем разных проектов, мероприятий вы делаете, объем небольшой. Мы очень стараемся. У нас очень грамотный руководитель Виктория Тахировна Тюркина. И мы вот в первый день, я помню, это до сих пор мы сели, и она говорит, это делает то, это делает этот, всегда на связи. Мы действительно всегда друг друга поддерживаем. Я не только занимаюсь общественным приемом, но еще другими федеральными проектами, потому что действительно нас очень мало в команде. Мы друг друга всегда страхуем, помогаем, поддерживаем. Люди мы все с образованием. Параллельно, то есть мы уже имеем какой-то опыт. Я вот начинал с молодой гвардии шесть лет назад. Потом был помощником депутата, сейчас вот секретарь. А вот вы говорите, люди обращаются с разными наказами. В основном, с какими вопросами идет население? Это может быть ЖКХ, какой-то социальный блок, культурный? Вот есть статистика? Есть. На самом деле, вот если вот прям сказать, обращаются вообще по любым, по личным вопросам, просто по всем. Но исходя из статистики, как раз недавно формировали отчеты в регион, большинство обращается по вопросам благоустройства территории. То есть это дороги, остановки, подъезды, придомовые территории, обустройство мафов, освещение. То есть в основном все-таки благоустройство. То есть то, что непосредственно изо дня в день каждого жителя волнует. И я, кстати, сама могу отметить, что в последнее время жители осознаннее стали. И им не все равно, что происходит за пределами их квартиры. А ведь, как мы знаем, главное — это обратная связь от жителей для того, чтобы у власти была возможность улучшать. Понятное дело, что все в программах стоит, но не все можно на месте сразу заметить. Согласен. Это очень важно. Я хочу отметить, что у нас есть выездная администрация, которая стабильно проходит раз в неделю. На самом деле это нам очень помогает как общественный приемный, потому что большая часть вопросов касается именно благоустройства. Там обсуждается с главой и с его замами. То есть когда к нам приходит житель, обращается, мы уже примерно понимаем. Он говорит, вот там-то, там-то не сделана дорога. И мы из протокола понимаем, что этот вопрос уже в работе. То есть нам не надо брать его на контроль, обращаться в администрацию. Это уже в работе, нам от этого проще. Мы можем лишь только контролировать ход исполнения мероприятия. Ну, это такая более официальная часть. А творческая, культурная, это тоже имеет большую роль в вашей работе. Знаю, проходит уже с начала года, много прошло. И они сейчас с началом летнего сезона перемещаются на улицу. Эти культурные мероприятия. Мои коллеги подготовили сюжет. Недавно был День соседа. Давайте посмотрим, как проходил этот праздник. Пусть не только ребята, пусть родители, пусть ваши бабушки и дедушки приходят на такие праздники. И тогда вы будете жить именно по соседству и в дружбе. В микрорайоне пригород Лесное встретились жители, чтобы поздравить друг друга с праздником Добрососедства. На территории общеобразовательного центра «Старт» гостей ждали спортивные локации для совместного отдыха за игрой. Активности, которые будут проведены сегодня на стадионе, это разные виды спорта, где примут участие ребята и жители нашего микрорайона. Я думаю, покажут то, что соседский спорт сейчас актуален. Спортивный праздник прошел по инициативе местного отделения партии «Единая Россия». Некоторые соседи, они даже не знали друг друга. Теперь они познакомились друг с другом, и это очень здорово. В пригороде Лесное проживает несколько десятков тысяч человек. Каждого из них объединяют не только лестничные площадки, но и житейские дела, в которых именно сосед сможет оказать помощь. Жители отметили, что совместные игры помогают объединиться. Здорово провели время, и так мы насладились. То так нас не вытащишь на улицу, а тут есть повод выйти на улицу, пообщаться с другими, со всеми. Я хочу провести время со своими соседями и поиграть в теннис, потому что это развивательно, и можно чему-то новому научиться. Праздник спорта и добрососедства удался. Гости вышли с площадки не только с хорошим настроением, но и с новыми друзьями. Инга Янчук, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, Видное ТВ Вот правда, объединяет. Это то, в частности, о чем мы говорили чуть ранее, что людям не все равно, что находится за пределами их непосредственной квартиры. И не только благоустройство, но и кто живет рядом, а может познакомиться, а может общие какие-то интересы найти. И всему это способствует партия «Единая Россия». Действительно, мне очень лестно осознавать, что это, во-первых, мероприятие было проведено именно в рамках День соседства. Впервые на нашей территории Ленинского городского округа люди приходили и говорили, что это День соседей? Они не знали, что это. Мы все объясняли, мы приглашали. То есть люди были действительно довольны этим мероприятием. Оно, на первый взгляд, не такое масштабное, но при этом получилось так душевно. Мы не ожидали такого результата. И люди говорили, почему это раз в год? Давайте чаще, давайте раз в месяц устраивать. Главное — это обратная связь. Мы получили положительный отзыв, значит, мы знаем дальше, в каком ключе работать с этим мероприятием. Его можно еще дальше развивать, еще больше, масштабнее его делать. В общем, есть над чем работать. Ну а над чем работали с начала этого года? Какие вот так на память самые крупные, интересные массовые мероприятия удалось уже провести? Самые крупные и мероприятия, действительно, которые стоит помнить всегда, я считаю, это парты Героя, которые мы открыли. Мы их открыли уже девять, парт Героя по Ленинскому городскому округу. Парта Героя — это парта с размещенной информацией о герое, о заслуженном человеке, его фотографии, краткобиографии и его, соответственно, заслуги. У нас вообще патриотизм воспитывается еще в детском саду, но вот в школе это более активная фаза, когда дети готовы воспринимать информацию. Да, когда уже сами дети осознанные. Да, и действительно, это очень мотивирует, когда есть ученики, которые учатся за этой партой. Это не только патриотизм воспитывает, а еще ставит цели определенные, воспитывает в себе также трудолюбие и любовь к нашей Родине. Да, ведь, как вы говорите, что за этими партами могут сидеть самые достойные ученики, у которых успеваемость, общественная деятельность, все на высоком уровне, а значит, это стимул для остальных учеников быть на уровне. Ну вот, да, действительно, начиналась эта парта с героев Великой Отечественной войны, но продолжилась уже из последних парт военнослужащими, героями, погибшими в ходе выполнения специальной военной операции. Так и есть. Мы решили не останавливаться только на исторических военнослужащих, а решили взять людей нашего времени, которые борются за наше мирное небо над головой. И мы не останавливаемся, сейчас еще ведутся переговоры с директорами, чтобы дальше продолжать организовывать, открывать эти парты героев. Парту героев мы можем открыть, чтобы это было приурочено к той школе, где, например, герой учился или учатся его дети. Это очень значимо, когда, например, ребенок пришел в школу, а там парты героев, члены его семьи. Это действительно, это заслуживает уважения. Ну вот, тоже телеканал Видное ТВ делал сюжет о парте героев, но это было приурочено к Дню Великой Победы. И тоже очень так отобразился в моем сердце этот сюжет. И я хотела бы, чтобы мы его сейчас посмотрели как пример того, какие и как парты героев открывают в нашем округе. Давайте посмотрим. При поддержке «Единой России» в Ленинском городском округе продолжает реализовываться проект парта героя. В этот раз она посвящена солдату Красной Армии, пулеметчику Виктору Ивановичу Варгину, нашему земляку, родившемуся в поселке Боброво. Заместитель главы муниципалитета Иван Гетман напомнил, как важно не забывать о цене подвига каждого солдата, не пришедшего с поля войны. Мир и справедливость всегда будут основой нашей с вами жизни. И героизм, он навсегда останется в нашей памяти и будет напоминать нам о цене свободы и мира. В Бутовской школе номер один работает военно-патриотический клуб «Патриот», участники которого взяли под личный контроль состояние памятника павшим героям. На нем высечены имена солдат, не вернувшихся с полей сражений. Среди них и Виктор Варгин. В будущем в Бутовской школе такие парты героев планируется поставить в каждом классе. Виктор Иванович это уроженец деревни Боброво, тогда еще Ленинского района, поэтому для нас большая честь, что именно эта парта нашего земляка будет у нас в школе. Мы когда взяли под опеку памятник, мы начали искать информацию по данных героях, которые указаны на памятнику. И по Виктору Варгину мы нашли больше всего информации, поэтому решили начать свой проект именно с него. На сегодняшний день нужно сохранять память, подпитывать ее, патриотизм поднимать в наших детях. Заместитель председателя Совета депутатов Ленинского округа Валерий Черников отметил, как важно равняться на наших героев, быть такими же самоотверженными и помнить, что будущее страны в наших руках. Парта героя, она предназначена для того, чтобы мы могли равняться на таких людей, стремиться быть похожими на них и знать, что от каждого из нас, пока мы маленькие, пока мы большие, взрослые, зависит наша судьба страны и наше будущее. Виктор Варгин родился и вырос в Ленинском округе. С эшелоном Бутово-Видное он отправился на войну. В Можайске был распределен в 158-ю стрелковую дивизию. 2 октября 1943 года Виктор Иванович встретился с диверсионным отрядом и героически погиб, отстаивая честь и свободу Родины. Люди не должны забывать своих героев и они должны помнить, ведь только когда память жива, то и живы мы. Очень важно помнить именно нашему поколению, потому что пока мы помним об этом, это не повторится. Новая открытая парта героя станет неразрывной связью поколений с его героическим и отважным прошлым. А за партой имени Виктора Варгина по традиции будут сидеть самые достойные ученики. Инга Инчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Ну вот как в те годы мужественный народ России встал и пошел защищать нашу Родину, благодаря чему мы сейчас можем мирно жить и дети, вот мы сейчас увидели, учатся, развиваются, так и сейчас. Мужчины защищают рубежи, защищают нашу страну, исполняя свой долг на специальной военной операции. А мы здесь их поддерживаем. Поддерживаем всем, чем можем, в частности, вот, гуманитарной помощью. И партия «Единая Россия» была одной из первых, я сейчас говорю даже про наш Ленинский округ, Общественная палата, Совет депутатов, Администрация и партия «Единая Россия» вместе все сплотились, были одними из первых, кто начал эту работу, уже потом присоединились жители, просто жители, и сейчас всем округам, всей страной. Знаю, что регулярно отвозится, собирается. Вот расскажите, пожалуйста, про эту работу, как она выстроена? На самом деле, буквально сегодня у нас в 5 часов вечера мы будем собираться в 6-м территориальном отделе передавать гуманитарную помощь бойцам СВО. На самом деле мы оказываем не только гуманитарную, техническую, финансовую помощь, но мы также не забываем про семей, которые остались ждать бойцов, и с ними мы тоже ведем работу, как и социальную, физическую, материальную. Мы стараемся не забывать этих людей, мы даже порой сами им звоним, спрашиваем, у вас все нормально, что вам нужно, дети поедут в лагерь или нет? То есть вот такие вопросы бытовые мы помогаем действительно решать, потому что нам это сделалось проще, чем семье просто. Мы знаем, куда можно обратиться, это будет быстрее. Конечно, поддержка, конечно. Это будет быстрее. Даже просто можно позвонить, спросить, как у вас дела, и все. Им даже, может быть, ничего и не нужно, но это будет уже приятно, что про них не забывают. Я знаю, что, вот, кстати, если говорить о семьях, да, участников СВО, что и перед первым сентября, и перед Новым годом тоже собираются какие-то наборы, внимание уделяется. И, конечно, вот отзывы, обратная связь, но я думаю, что только может быть положительной. Всегда есть обратная связь, она только положительная, потому что если работу делать честно и искренне, то никогда не будет негативной обратной связи, она всегда будет только положительной. Тем более мы с некоторыми семьями, мы даже дружим уже, то есть это переросло из отношений, да, вот, помощи в какие-то дружественные, в теплые отношения. Мы на одни мероприятия вместе ходим просто вот как товарищи. Это очень приятно, люди удивительные, и с ними всегда есть о чем поговорить, и очень интересно. Я очень рад этому. А кто помогает отвозить ту гуманитарку, которую собираете? Это может быть привлечение сторонних сил, да, это может быть по согласованию с администрацией транспорт выделяться, разные всегда манеры. Боевое братство помогает, да? Боевое братство помогает, да, всегда. Они никогда не остаются в стране. Мы стараемся привлекать всех, кого можно просто. Не какой-то определенно, да, вот одну организацию. Канал связи, да. Канал связи, да. Мы никогда границ не видим. Мы всех просим. Когда есть цель что-то сделать благое, да. А вы знаете, на самом деле... Использовать разные... Да, каналы. Покрупицы ты собираешь, вот там, там, чуть-чуть там. Это с этим поможет, это с этим поможет. И организовывается огромная, большая помощь. Может быть, в рамках общего масштаба это не так видно, но на самом деле это так и есть, что каждый человек вносит свою лепту, и получается одна огромная, крутая гуманитарная помощь. Это выше всех похвал. Ну вот я знаю, что еще ребята из молодой гвардии Единой России также, как волонтеры в частности, большой вклад вносят. С теми же семьями участников СВО. Женщинам тоже нужна какая-то физическая помощь, да, порой. Или даже говоря о культурно-массовых мероприятиях, мгеровцы всегда придут на помощь. Всегда втрою. Мы их всегда можем отличить. Они в брендированной одежде, то есть они очень такие у вас организованные, аккуратные, красивые, молодые люди. Чем сейчас живет у нас молодая гвардия? Молодая гвардия — это те ребята, которым я всегда говорю спасибо и всегда делаю им большой поклон. Почему? Потому что неважно, какой день недели, неважно, какое время, есть задача — всегда выполняют. То есть нет такого, ой, ну вот мы не можем. Нет, люди всегда приходят на помощь, меня это очень радует. У нас сейчас достаточно сформирована большая команда, у нас прекрасный руководитель Даня, который не только организовывает, он этим просто живет. Горит этим, да? Да, он сам приезжает всегда на мероприятие. Вот буквально вчера у нас в 27-м саду в Боброво, где руководитель Наземцева Марина Николаевна проводили мастер-класс по дорожному движению с детками. Он говорит, я приеду сам, я хочу провести, мне интересно. Реально я вижу, что люди этим горят. Я очень благодарен, что мне получилось работать с такими людьми. Мы каждый день общаемся, и меня это заряжает позитивом. У меня тоже появляется большая мотивация к работе. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к нашим молодым телезрителям. Мы очень рады будем приветствовать вас в нашу молодую гвардию. Пожалуйста, приходите, обращайтесь, школьная 17. Можно ведь заниматься не только проектами федеральными или нашими партийными, да? Можно придумывать свои проекты. Это все. Молодая гвардия — это то место, где ты можешь развивать свой потенциал, ты можешь развивать свои проекты. Это всегда было, есть и будет. Мы всегда даем на это зеленый свет. Мы сами рады, когда у человека молодого появляется какая-то новая идея. И мы, ага, нужно это развивать, нужно это продвигать. Поэтому мы всех ждем. Что может быть лучше, когда у молодого человека есть действительно интерес, есть учеба и интерес к развитию самореализации. И как прекрасно, что «Единая Россия», ваше отделение поддерживает такие инициативы. Но помимо этого есть еще интересный проект, называется «Политстарт». «Политстарт» — это проект, который направлен на получение опыта в политической деятельности, чтобы прежде чем стать депутатом или вести активную политическую деятельность, можно пройти это обучение, чтобы в дальнейшем уже понимать действительно, чем ты хочешь заниматься. Вот второй год этого обучения — это действительно уже активные есть ребята. Первый год он был тестовый. Сейчас уже из нашего округа 5 человек, в том числе я, мы проходим обучение. Мы ездили на очные семинары, на очное обучение. Записались в партийную школу, проходим там обучение. Еще пока идет отбор, обучение. Это все до сентября месяца будет проходить. Очень интересно. Спикеры безумно интересные люди, большая часть из «Молодой гвардии». То есть они прошли вот эту школу. «Молодой гвардии» — это опыт бесценный, по себе это знают. Ты уже изнутри знаешь, как организовать проект, провести его, принять участие, работать с населением. Это все уже опыт. То есть ты уже на это внимание не будешь обращать. А отбор в этот проект, он достаточно серьезный, да? Любой человек с 18 лет может быть участником данного проекта. Главное, правильно нужно было оформить заявку, написать действительно цели, что ты действительно хочешь, чтобы понимать, тебе это нужно или нет. Тимофей, ну а на следующий год как планируется, да? Тоже новый поток? Конечно, он будет еще более масштабный, более активный. Хотя в этом году просто, я думаю, что произвел все ожидания. Не ожидалось такого потока. Но ребята молодцы, не остались в стране, все участвуют. Я думаю, в следующем году будет еще масштабнее, еще круче. Ну и какие планы на оставшийся, казалось, да, недавно Новый год только отметили, а уже полгода прошло. Поэтому какие планы у нашего отделения на оставшийся период года? Может быть, есть какие-то глобальные мероприятия, которые нас ожидают, которым жители смогут тоже принять участие? Да, на данный момент у нас реализуется проект «Безопасные дороги». Проект направлен на то, что у нас очень много открывается образовательных организаций в Ленинском городском округе. И мы совместно с администрацией, с территориальными отделами выходим на территорию и смотрим, действительно ли от проезжей части до образовательного учреждения можно безопасно пройти. Если нет, мы, соответственно, все это протоколируем, потом уже прорабатываем с органами местного самоуправления, как действительно лучше территорию эту защитить, чтобы детки смогли безопасно от проезжей части проходить до образовательного учреждения. Также у нас сейчас будет парта «Героя». Мы будем до конца года еще 10 точно парт открывать. Жители также могут принимать участие. Также проект, который не хочется оставлять без внимания — «Цифровая Россия». Проект направлен на безопасность в интернете. То есть у нас сейчас очень много случаев злоумышленников, когда утекают данные, и потом, соответственно, они очень печальные последствия имеют место быть. Причем не только пожилые, но и как мы с вами, и еще моложе, и еще старше. То есть это касается абсолютно всех. Мы продумали, что приезжают спикеры, которые этим занимаются, и также в образовательных учреждениях с родителями, с учениками, с педагогами проводят данные мастер-классы, чтобы люди понимали, как себя нужно вести при данных условиях, чтобы утечки данных не происходили. — Ну что ж, мы желаем вам удачи в воплощении. Будем продолжать следить за успехами. Тимофей, спасибо вам за беседу, что сегодня посетили телеканал «Видное ТВ». — Спасибо. До свидания. — Ну что же, я хочу напомнить, что сегодня в прямом эфире секретарь общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» Тимофей Азаров. Мы прощаемся с вами. В студии была Юлия Погасьян. Не переключайтесь, оставайтесь с «Видное ТВ», где, в частности, вы можете еще следить за нами в социальных сетях. Хорошего вам вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова